Вот такая классная и полезная электроника ожидает вас в этом видео. И в конце видео будет традиционный конкурс. Не пропусти! Поехали! Всем привет, друзья! С вами канал Альпачино. Сегодня мы посмотрим подборку классной и полезной электроники сайта Алиэкспресс. Нажимайте, пожалуйста, на этот колокольчик, чтобы не пропускать мои ролики и конкурсы. Ссылки на товары с подборки и на видео, как экономить деньги с покупок в интернет-магазинах, есть в описании. И те, кто посмотрит это видео до конца, примут участие в конкурсе. Еще хочу посоветовать вам канал моего хорошего друга, основной канал которого жестко был заблокирован, потому что он был чертовски хорош. Это канал Топ Али. Здесь вы всегда будете в курсе новинок на китайском рынке и сможете найти вещицу себе по душе. И еще автор канала постоянно устраивает крутые конкурсы. Кстати, сейчас как раз проходят сразу несколько конкурсов. Подписывайтесь, не пожалеете. Приятного просмотра! И первый товар у нас будет – это карт-ридер. Это многофункциональное устройство чтения карт в компактном пластиковом корпусе, что позволяет носить его с собой в кармане, кошельке или чехле для камеры и делает идеальным выбором для личного или профессионального использования. Этот карт-ридер считывает карты памяти SD, SDXS, TF, то есть самые распространенные карты. Карт-ридер совместим с портами USB 2.0. Электронный мультиметр. Прибор можно применять как в быту, так и для предприятий. Удобный цифровой дисплей отображает текущее напряжение, ток, мощность и потребляемую энергию. Подходит для тех, кто следит за потреблением, что сказывается в конечном итоге на бюджете. Контроль позволяет видеть потребление и оптимизировать затраты на оплату электроэнергии. Более того, контроль входного напряжения позволяет видеть отклонения от нормы поставляемой энергии и предотвратить выход бытовых приборов, не рассчитанных на повышение напряжения питания. Очередная беспроводная зарядка для смартфонов с поддержкой Quick-Eye. Quick-Eye сейчас поддерживает множество смартфонов без доработки. Из них практически все топы имеют встроенный приемник Quick-Eye. Сзади подставки есть microUSB-вход. 5 вольт до 2 ампер или 9 вольт до 1,8 ампера. Внутри подставки есть катушка с вертикальной ориентацией, но заряжать можно в альбомной ориентации телефона. На подошве есть светодиодная индикация. Также у подставки расположена основная плата зарядного устройства. Ориентация подставки под 60 градус к горизонту, что должно быть удобно для контроля дисплея, звонков и тому подобные. В общем, удобная вещь. Цифровой инфокрасный термометр использует последние наработки в сфере инфокрасных технологий для максимально точного определения температуры тела, жидкости и окружающей среды. Это позволяет измерять температуру с высокой точностью на расстоянии от 5 до 15 сантиметров. Наиболее точные измерения на расстоянии 5 сантиметров. Возможность переключения режима измерений позволяет значительно расширить функциональность термометра. Возможность измерения жидкости упрощает процесс приготовления теплых смесей для детей. Точный, быстрый и бесконтактный термометр обеспечивает удобные и безопасные измерения температуры. Однако, как и во всех термометрах, получение точных и надежных результатов зависит от правильного использования. Поэтому, прежде чем использовать термометр, внимательно прочитайте инструкцию. Высокотоковый литий-ионный аккумулятор формата 18650 емкостью 3000 мАч, без платы защиты, обладает высокой реальной емкостью 3000 мАч и способный работать с высокими токами нагрузки до 20 А при непрерывной нагрузке, до 30 А при импульсной нагрузке. Благодаря сочетанию высокой емкости и возможности работать с высокими токами нагрузки, данные аккумуляторы 18650 – это лучший выбор для долгой работы электронных сигарет и модов. Это аккумуляторы без платы защиты, поэтому их рекомендуется использовать в устройствах, которые имеют встроенную защиту. Не рекомендуется для использования в фонарях из-за вероятности чрезмерного разряда ниже минимального напряжения. В описании я оставлю ссылку на такие же аккумуляторы с приваренными выводами. Электродомкрат плюс гайковерт плюс мини-компрессор с высотой подхвата 155 мм и грузоподъемностью в 3 тонны. В состоянии поднять груз на высоту до 450 мм. Не займет много места в багажнике. Имеет встроенный компрессор для подкачки колес и комплект переходников для работы с надувными лодками, бассейнами, матрацами и прочим. Питается устройство от гнезда прикуривателя или аккумулятора 12 Вольт. Высота подхвата и подъема этого домкрата позволяет использовать его для большинства современных легковых автомобилей и внедорожников. А благодаря встроенному компрессору вы никогда не будете иметь проблем с подкачкой колес и надувных гаджетов. Также в комплекте есть удобный небольшой гайковерт, что пригодится вам обязательно. Белые антистатические перчатки с противоскользящим покрытием на пальцах. Отличный вариант для тех, кто работает с мелкой электроникой. Основное применение часто статическое электричество, в том числе мест, где производятся мобильные телефоны, сборка компьютеров, монтаж электронных схем, монтаж TFT LCD, печатных плат, лабораторий и т.д. Для защиты ладони пальцев имеются полиуретановые покрытия. Перчатки обеспечивают максимальный комфорт при работе. Материал нейлон, спандекс, полиуретан. Роликовый массажер для тела. Оборудование, которое позволит вам качественно и довольно быстро сделать массаж, проработав любой труднодоступный участок тела. Массажер поможет снять дискомфорт в верхнем плечевом поясе и в области шеи, который возникает из-за длительного пребывания в положении сидя. Способ применения массажера. Перед началом массажа выберите желаемый режим и настройте ширину массажных роликов. Одно из преимуществ данного прибора – его универсальность. Работает от прикуривателя или от розетки. Светодиодный светильник с датчиком движения на батарейках. Отличное решение для освещения лестниц, коридоров, кладовок. Светильник удобный в использовании, оборудован датчиком движения, который включает и выключает осветительный прибор. В датчике находится фотоэлемент, благодаря которому он срабатывает только в темное время суток. Состоит из пассивного детектора, инфокрасного излучения и электронного выключателя. Когда меняется тепловой фон, источник тепла приходит в движение, датчик срабатывает. В случае, когда объект статичен, датчик выключается. Светильник изготовлен из пластика, квадратный, белого цвета, небольшого размера. Источником света является 8 светодиодов. Электрический топливный насос высокого давления предназначен для замены старого механического топливного насоса с целью улучшения мощности, надежности и экономичности автомобилей с карбюратором и старых дизельных автомобилей. В данном бензонасосе есть клапан отсечки давления, что позволяет экономить топливо на карбюраторном автомобиле, если у вас нет обратки. Также механизм отсечки позволяет вам установить данный бензонасос параллельно с основным, как дополнительный. Он будет включаться, только когда основной механический бензонасос будет не справляться. Bluetooth адаптер. С помощью этого беспроводного приемника адаптера можно легко слушать музыку, телефонные звонки и GPS, когда вы находитесь за рулем. Прослушивание музыки и любых других аудиозаписей со смартфона, планшета и на своих любимых колонках с более высоким качеством звучания по сравнению со встроенными динамиками вашего портативного устройства. Его очень легко подключать, имеет широкий спектр применения. Автомобиль, колонки, наушники и так далее. Время работы до 5 часов заявлено производителем. Дальность связи 10 метров. Разъем для наушников 3,5 миллиметра. Электромагнитный замок. Подходит для дверей различных типов. Применяется для монтажа на внутреннюю часть дверного полотна. Устанавливается накладным типом, что способствует целостности двери. Модель достаточно компактна. Корпус выполнен из металла. Сила удержания двери составляет 150-180 килограмм. Для рабочего состояния необходимо подача напряжения мощностью 12 вольт. Максимальная сила потребляемого тока при таком напряжении 350 миллиампер. В случае отсутствия питания двери остаются открытыми. Что важно в пожароопасных ситуациях. Подходит для жилых, рабочих и учебных заведений. Автомобильный тепловентилятор. Он отлично подходит для маленького пространства. Такого как салон машины. Электрический обогреватель экономичный и безопасный. Прибор предназначен для локального обогрева. Нагревательный элемент керамический. Данная модель достаточно эффективна в режиме обогрева. Температура обдува зависит от воздуха, который всасывается. При включении обогрева сразу дует горячий воздух. Проверено. Автомобильный обогреватель от прикуривателя. Оснащен специальной рукояткой. Которая облегчает процесс обогрева. И делает его эффективным и быстрым. Также есть подставка и комплект липучек. Это позволяет расположить обогреватель на приборной панели. На задней полке. А регулируемое крепление направит поток нагретого воздуха туда, куда вам нужно. Классный удлинитель. С четырьмя розетками и четырьмя USB портами. Удлинитель всегда есть в каждом доме. И зачастую не один. Но не всех они устраивают. Для комфортного использования китайцы смоделировали удлинитель. С четырьмя розетками и четырьмя USB портами. Поскольку количество гаджетов в повседневной жизни увеличивается. И возникает проблема с их подзарядкой. Простой, элегантный, компактный. Все это сделано не только для того, чтобы вы могли незаметно прятать его под столом. Но и для того, чтобы использовать в качестве настольного аксессуара. Длина кабеля 1,8 метра. Вход 100-240 вольт. 50-60 герц. Номинальная мощность 10 ампер 250 ватт. Мощная радиостанция, работающая в четырех диапазонах. Это автомобильная базовая рация, которая позволяет работать в четырех связных диапазонах частот. Мощный передатчик на 50 ватт обеспечивает максимальную дальность радиосвязи. А наличие двух независимых радиоприемников позволяет мониторить две частоты одновременно. Радиостанция может работать как на УКВ-частотах 136-174 МГц и 400-470 МГц. Так и на гражданском СВ в диапазоне 27 МГц, где общаются водители грузовиков. И это делает ее универсальным в плане выбора для покупки в автомобиль или в качестве базовой станции. Данная модель радиостанции может работать ретранслятором. Именно это свойство позволит вам организовать надежную связь при помощи переносных станций типа Baofeng на расстоянии до 20 км от автомобиля или базы. FM-радио с аналоговым ТВ. Экран 1,8 дюйма. На удивление очень хорошая вещица. Ловит радио, показывает время и очень неплохо показывает телевизор. Хотя, конечно, экран небольшой, но тем не менее, даже что написано в бегущей строке можно различить. Всегда сможет выручить заядлых болельщиков и любителей сериалов, а также не даст скучать на рыбалке и в дороге. Девайс для измерения уровня и настройки сигнала спутниковой тарелки состоит из двух LNB разъемов для подключения к ресиверу и конвертору, стрелочного индикатора с подсветкой, ручки регулирования усиления сигнала, а также оборудован звуковым сигнализатором для более точного ориентирования. Сатфайндер служит для точной фокусировки антенны на конкретный спутник геостационарной орбиты. Подключение прибора для настройки спутниковой антенны происходит вблизи спутниковой антенны посредством F-разъемов, через которые Сатфайндер крепится одним концом к конвертору, а другим к ресиверу. А вот и конкурс. Приз конкурса 200 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать, что вам понравилось в данном видео. Обязательно подписывайтесь на канал Альпачино Лайв, чтобы не пропустить итоги конкурсов. Участвуйте в конкурсе и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои ролики. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok